Всем настоящий бойцовский респект, вы на территории ММА. Сегодня тема у нас непростая и многогранная. Я думаю, что все эти вопросы нужно поднимать сейчас и искать на них ответы, не откладывая все в долгий ящик. Начало есть, никуда не уходите. Мой соперник очень опытный, Александр. Я думаю, что будем биться 5 раундов. Бой начался вполне ожидаемо. Доскольчук не стал рубиться с Ашимовым в стойке и пошел в борьбу. Действовал он уверенно и настойчиво. Арману пришлось много обороняться и первые 5 минут доминировал боец из Украины. Второй раунд проходил по похожему сценарию. Доскольчук шел в борьбу, Ашимов защищался. За минуту до окончания второго отрезка боя Александр забирает руку Армана на болевой. Но боец из Казахстана с честью выходит из этой сложной ситуации и переходит в контратаку. За 40 секунд Ашимов постарался обрушить на соперника максимум тяжелых ударов и, видимо, это стало фатальным моментом. В перерыве в угол Ашимова устремляется доктор. У Армана серьезно повреждена рука. Поединок остановлен и Доскольчук остается действующим чемпионом. Казахстанские болельщики разочарованы, но не сломлены. Журналист канала Вестник ММА берет интервью у Ашимова сразу после окончания боя. Ссылка на это видео будет в описании. Не будь этой травмы, то еще неизвестно, как бы закончился бой. Напомню, Ашимов рассчитывал на все 5 раундов и был к этому готов. Но случилось то, что случилось. Теперь давайте поразмышляем, почему так произошло. Ведь за последние несколько месяцев проиграл не только Арман Ашимов. Первое. Болельщики. Казахстанские фанаты ММА одни из самых активных, а возможно и самые активные. Поединки с участием казахстанских бойцов всегда набирают огромное количество просмотров, сотни комментариев. Эмоции бьют через край. Зрители и фанаты, в том числе и я, очень хотят, чтобы наши бойцы добивались самых высоких результатов. В порыве этих эмоций мы нередко сами возносим спортсменов, возможно, слишком высоко. Слишком много от них требуем и ждем быстрых результатов. Но так не бывает. Нам нужно все и сразу. Но напомню о том, что стабильно выступать в серьезных и топовых организациях наши ребята стали только 2-3 года назад. Второе. Слабая борцовская база. Борьба в Казахстане по популярности уступает разве что боксу. Давно нет громких побед на мировом уровне, но сейчас не об этом. Есть база, есть специалисты высокого уровня, есть возможности тренироваться вместе с борцами. Сейчас ни для кого не секрет. Для того, чтобы побеждать и выступать на самом высоком уровне, необходимо иметь крепкую борцовскую базу. Третье. Отсутствие достаточного количества специализированных залов для тренировок, да и просто обычных залов. Особенно в маленьких городах, областных центрах, аулах и так в целом по стране. Вот только один пример, о котором не так давно рассказывали различные паблики и сообщества. Село Жанаталаб, колхоз имени Джамбула. На первом фото спортивный зал, незаброшенный, действующий. Тренируются в нем 30 человек. Тренер Ануарбек Батаев ведет занятия совершенно бескорыстно. Все 30 человек – минимум призеры областных соревнований. Арсен Резуанов – двукратный чемпион РК. Адемид Усингали Кызы – серебряный призер чемпионата РК среди мальчиков. Так вот теперь представьте, какой потенциал в нашей стране. Сколько мы можем воспитать грозных бойцов и будущих чемпионов. В заключении скажу, что очень важно решать проблемы казахстанского ММА комплексно. А проблем хватает. Если видео зашло, то поддержите его личным лайком и напишите в комментариях свое мнение о том, что нужно сделать для решения проблем казахстанского ММА. Подпишитесь на канал «Тут все наши» и включите уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю за просмотр и в любое время добро пожаловать на нашу территорию. Территорию ММА. Территорию ММА.